собаки вы кушать хотите будешь кушать кушать спрашиваю хочешь дать вам покушать кушать хотите нет будешь есть точно дать тебе поесть ну давай вот она и вкусняшка ваша да вкусняшку вам дать ты будешь кушать точно ну ладно как уж и быть уговорили вот по такому кубику я разделяю на шесть частей подожди почти почти сейчас я вот так берите по кубику вот так мы всегда кушает своей миски никуда не утаскивает корм но милуха утаскивает всегда корм или на травку если открыта дверь либо на свою подушку вот такие разные птенки с каждой со своим характером нет и отдельная миска у каждой собачки не поможет проверяла было у них когда-то отдельные миски не помогало это все равно одна утаскивала 2 ела в миске поэтому такой совет не подходит проходили мы это ну чё собаки много ли лисе блин надолго ли лисе блинчик собаки все слопала подсилку опять стирать можно да всем привет с вами надежда на моем канале страничка надежды и пока я планирую свою следующую поездку в россию я занимаюсь обычными делами и обрабатываю видео которые уже отсняты например как вот эти кадры начало июня агафья собирает ягодки любимые ее и бабушкины землянички маленькие вкусненькие ароматные землянички вот тоже кадры начало июня 2022 года картошечка появилась из-под земли немножко конечно ее у меня ее посажено потому как участок маленький но все равно приятно она уже сходит а значит будет урожай а вдоль забора у меня посажены подсолнухи и немножко остатков гороха не было куда мне прикнуть его посадила сюда что это такое что это так яичко что это такое обычно яичко вот такой вот что это такое непонятно вот такое яйцо снесла курочка я думаю это моя америукана к сожалению на тот момент когда я озвучиваю это видео америукана уже умерла не знаю что было с ней никаких у нее симптомов не было болезни не было она не мучилась и снесла вот такое предсмертное яйцо непонятное кушать конечно его не стоит мне кажется хотя может быть а в нем нет ничего плохого пожалуй отдам его собаки собакам проверим будут ли они такое кушать но моя курочка америукана который лет наверное пять-шесть ушла на радугу без мук и страданий просто взяла и умерла а собакам явно яйцо пришлось по вкусу и думаю что в принципе оно было съедобное но все равно для людей не стоит такое есть лучше собакам отдать мук и будут всем всем Как-то она странно очень умерла, очень-очень странно умерла, на спине. Так куры не умирают на спине. Что с ней такое произошло? Что-то я не понимаю. Вчера она бегала, все, здоровая, она ничем не болела. Я не пойму, что это было. Что с ней произошло? Надо посмотреть, нет ли повреждений у нее на теле. Нет, повреждений на теле никаких нет. Хорошая, тяжелая курятина. Что произошло с ней, я не пойму. Не знаю, что произошло с этой курицей, но она почему-то сдохла. Очень жалко. Очень жалко. С одной стороны, конечно, курицу жалко. Все-таки привыкли мы к ней. Она была прям как домашний питомец. Конечно, не как собака, но все-таки мы к ней привыкли. Это единственная квочка, которая высиживала яйца. Но с другой стороны, она прожила довольно-таки долгую, счастливую, куриную жизнь. Поэтому, в принципе, все нормально. А это кадры, как Альмочка нашла свой любимый лучик и сидит, греется на солнышке. Уж очень она это любит. Много у них есть любимых мест, но место под лучами солнца их любимое. Кто не знает, это мама и дочка. Та, что вылизывает уши в ускоренном виде, это мама. Ну, а та, которая сидит и получает флюиды удовольствия, это дочка. Неважно, сколько ребенку лет, все равно мама останется мамой навсегда. И всегда будет заботиться о своем малыше. Также оно, видимо, и у собак. Ну, а на этих кадрах обычная картина, которую я решила заснять. На полу мои два тапка. Два теплых, мягких, толстых тапков. И хоть в доме у собачек огромное количество разных лежаков, ну, что может быть приятнее, чем хозяйский тапок. А главное, прям по размеру. Надо лишь свернуться клубочком, поджать лапки и хвостик, и можно поместиться на хозяйском тапке. Да и пахнет он вкусно хозяйкой. Ну, а это кадры нашей с мамой, не сказать, переписки, переговорки. Я показывала маме твою кофточку, которую я еще не закончила. Я ее сшила, почти основное сделала. Осталось кое-какие мелочи. Рукава, немножко еще обшить края. Ну, в общем, почти все сделано. Это изделие я показывала маме, послала ей по ватсапу, ну, и решила и вам показать. Может быть, вам тоже будет интересно. Вот такая вот пока что помятая кофточка получилась у меня из куска материала, который раньше был просто простынкой. Вот такое получилось симпатичное изделие. Для меня, на мой размер. Не для кого-то, а вот под меня. Я ни для кого не шью, просто сама учусь рукодельничать. Очень мне это нравится. Жалко, нет рядом учителя хорошего. Ну, а это кадры начала июня. Празднование юбилея королевы управления. 70 лет правления королевы Елизаветы. У нас в центре были вот такие вот представления. Засняла. И только сейчас дошли руки до этих файлов. Наслаждайтесь. Да, немножко ускорило. Потому что уж очень это нудно. Смотреть такие марши или танцы. Не знаю, как их назвать. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тот день по всему городу раздавались звуки, танцев и музыки. И хоть с запозданием, но я вам немножечко покажу того, что я отсняла в тот день. Напоминаю, если не ошибаюсь, это, по-моему, 5 июня. А я иду посмотреть, что же тут такое собралось, и кого-то кто-то снимает. Вот такая вот группа музыкантов, почему-то разукрашена в черепа и всякие страшные морды, позируют для местной газеты. Интересно, что некоторые люди раскрашены в немецкие флаги и в британские, потому что королева Елизавета II, она вообще-то немецких кровей. И об этом британцы помнят. А вот почему такой маскарад в виде каких-то мертвецов, мне непонятен. Непонятна мне эта сторона британской культуры. Это любовь к черепам и к смерти. И все это безобразие напротив мэрии, прекрасного, красивого, белого здания. Отгуляли праздники хорошо, все довольны, и дети, и взрослые. Уверена, и королева тоже довольна. Ну, а это наш город Мэрия. Здесь венчают, не венчаются, расписываются люди, разводятся. Ну, и всякие мероприятия здесь проходят тоже. Типа ежегодного соревнования садиков, в котором я участвую уже лет, наверное, пять. Не знаю, буду ли участвовать в этом году, но предыдущие года я участвовала. Все это происходит вот в этом прекрасном здании. Ну, а эти кадры засняты. Произошло что-то немыслимое в том плане, что я никогда такого не видела. Человек украл из магазина два или три упаковки стейка, дорогого стейка, и попытался убежать. Ну, как вы видите, два охранника его догнали, распотрошили его сумку, его выпнули, продукты забрали и отправились обратно в магазин. Ни полиции, ничего не было вызвано. Я, честно говоря, пребывала в небольшом шоке. Я такого еще в Британии не видела. Человек украл две или три упаковки мяса. Хм, для чего вы думаете? Некоторые люди говорят, что для наркотиков. Чтобы продать и купить наркоту. Не знаю, так это или нет. Может быть, он просто был голодный. Пишите в комментариях, что вы думаете. Мы все равно нужны, чтобы продать. Будьте жопы. Правда. Да, тяжелая жизнь у людей. Приходится кому-то даже воровать. То ли для наркотиков, то ли для еды. То ли дело с жизнью мух. Сел, греешься на солнышке, и ничего больше не надо. Ладно, проехали. К следующему сюжету. А следующий сюжет у меня такой. В центре города привезли большую кучу песка. Вывалили его прям посередке. И скульптор стал из него лепить какую-то красоту. А точнее льва. Ну, потому что символ британской короны. Это лев. Он даже на флагах везде. И на гербах. Поэтому лев. Вот такая вот красота. Опять же, в честь 70-летия правления королеви Елизаветы. Вот такая вот у нас красота в центре. Городок хоть и маленький. Всего лишь 70 с небольшим тысяч населения. Но жители города и мэрия заботятся о том, чтобы празднования прошли приятно и красиво. Спасибо им за это. Ну и напоследок покажу. Зашла в магазин. А тут зацененная картошка для посадки. Эх, жалко нет у меня. Земли большой. Морис Пиппер. Называется эта картошка. Первый раз вижу такое название. Пишите, кстати, если вы знаете, что это за сорт. Всего лишь копейки. По-моему, 15 пенсов. Да, стоит вот такой вот пакетик переросшей картошки. Сезон проходит посадок. Продают лишь бы, чтобы забрали. Ну, а на этом я закрываю свое видео. Заканчиваю его. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь. Подписывайтесь. Ну и всем пока. До новых встреч в следующем видео. Ну, а картошку я не взяла. Некуда мне ее сажать в этой стране. Да, и планы у меня на лето совсем другие. Но об этом в другом видео. Всем пока.